It's been a while I wish you could be waiting But I'm here now Доброго времени суток! Я Арина и это Технокухня Сегодня мы познакомимся с гордостью компании AeroCool Корпусом Ex-Predator Это Full Tower модель, предназначенная для пользователей, которые не хотят испытывать ограничения Ведь корпус вмещает в себя не только кулер любой высоты или сразу несколько видеокарт любой длины, включая двухъядерные Можно установить нестандартную системную плату с 10 слотами расширения С такого шика не каждый Full Tower предоставит пользователю Ширина корпуса позволяет устанавливать боковые вентиляторы, опять же не ограничиваясь в высоте кулера На второе дыхание этот корпус получают в качестве машины для моддинга Во-первых, передний вентилятор имеет оранжевую подсветку А по бокам Рио Баса на верхней передней панели есть полоски, сигнализирующие о включенном состоянии компьютера и активности винчестера А во-вторых, можно дополнить корпус вентиляторами сторонней подсветкой и будет очень красиво Давайте посмотрим, как разные энтузиасты преображают Ex-Predator и изменяют его до неузнаваемости В связи с продвинутым моддингом, конечно, хотелось бы видеть боковую стенку полностью прозрачной Но она имеет вентиляционные полоски Впрочем, устанавливаемые боковые вентиляторы с подсветкой тоже придают особый шарм изделию Теперь пробежимся по корпусу Для начала проложку дегтя Плата Рио Баса нам не внушила доверия Палька некачественная, элементы болтаются и все открыто Поэтому мы особо на него не надеялись Хотя он рассчитан на регулировку оборотов аж шести вентиляторов Предоставляя два регулируемых канала В остальном же корпус радует Он просторный, даже такой монструозный кулер, как SkySusano, смотрится в нем достаточно компактно Системная плата у нас с семью слотами расширения Но свободные три после них можно использовать для выноса всяческих планок Стандартно, пусть и в большом корпусе, они бы занимали место плат расширения Что удивило, карты расширения крепятся намертво без использования отвертки и винтиков Разработчикам удалось реализовать надежное прижимное устройство Это подарок тем, кто частенько переставляет платы Всего шесть мест под винчестеры Но с учетом того, что уже появились четырехтерабайтники Это не так страшно Винчестеры прикручиваются снизу и садятся на прорезиненные шайбы Что несколько снижает вибрацию Продолжая тему, нельзя не упомянуть то, что для блока питания Производитель реализовал прорезиненную подкладку Ну а сам он покоится на резиновых ножках Что вдобавок положительно сказывается на вентиляции В целом сам кейс покоится на пластиковых ножках Но с прорезиненной подошвой Что также снижает вибрацию Заметим такую приятную вещь, как фильтр против пыли Очень пригодится при посадке блока питания вентилятором вниз Устройство в пятидюймовой отсеке крепится без отверток Но сидят непрочно, болтаются Поэтому лучше пренебречь системой крепежа от разработчиков И прибегнуть к старому доброму процессу прикручивания винтиков Передняя панель легко снимается и открывает доступ к противопылевым фильтрам Если фильтры заглушки пятидюймовых отсеков легко снимаются То для снятия нижнего фильтра придется попотеть Потратить время, чтобы отогнуть металлические защёлки Верхняя панель снимается также без усилий Обнажая доступ к винтикам, которые держат верхний выдувной вентилятор Вообще, как вы заметили, в системе установлено два больших 23-сантиметровых вентилятора Вдобавок к ним можно установить 4 боковых, 12-ти или 14-ти сантиметровых вентилятора Ещё в корпус можно добавить 12-ти или 14-ти сантиметровый вентилятор снизу И точно такой же сзади на выдув Данный корпус весьма продуваемый ещё из-за боковых сот с левой стороны Чтобы облегчить верхний выдув из корпуса, можно раскрыть шторки Кстати, уровень шума нашей системы с расстояния 1 метр составляет 31,5 дБ Нельзя не отметить такую деталь, как ниша с резиновым покрытием В которой можно хранить какие-либо мелочи Корпус готов к тому, чтобы работать с двумя внешними системами жидкостного охлаждения Имеется удлинитель USB 3.0 порта на переднюю панель Где ещё 3 USB, интерфейс ясота и аудиоразъёмы Ну а ещё один глобальный плюс Лучше всего наблюдать, сняв вторую боковую стенку Вы можете видеть продвинутый кабель менеджмент Позволяющий комфортно спрятать кучу проводов Ну что ж, наш рассказ про X-Predator подошёл к концу На наш взгляд, это довольно интересный корпус И когда производитель изменит панель для Рио Баса Мы вручим ему платиновую награду А пока спасибо, что вы были с нами И до новых встреч!